Оренбург Первой картиной мы хотели зрителю преподнести то, что наше подсознание, оно очень великое, необъятное. В нем разбираться и разбираться. Человек не задумывается ни о чем. Куда он, зачем он идет, почему он так именно идет, почему он не прыгает на одной другой ноге. Он никогда не задумывается, он просто и делает, и все. У нас обыденность такая. И вот мы с этим фильмом хотим, чтобы человек подумал, задумался об этом. Мне показалось интересно. Своим коллегам все показал, им тоже заинтересовало. Давайте снимать. Сняли премьеры, фестиваль пошел. Идея всем понравилась, фильм тоже как снят. Для первого фильма, я считаю, это хорошо. Немногие оренбургцы смогли побывать на премьере фильма «Семья» или познакомиться с картиной в рамках кинофестиваля. Но сегодня создатели обещают показать оренбургской публике фильм снова. Фильм «Семья» мы планируем еще раз показать на большом экране в Оренбурге. Предположительно, это будет в ноябре. Когда именно подробности, конечно, мы выложим все в группе. Время, место, дату. Планируем, конечно, когда-то все выложить. Всегда это мучит вопрос. Виктор, сбросьте ссылочку. Иван, за это смотреть. Но хотим, чтобы максимум людей посмотрело на большом экране. С хорошим звуком. Потому что, чтобы они ощутили, прониклись, все равно это восприятие совершенно другое. Тем временем творческая группа «Вик энд Ко» приступила к созданию своей новой картины. В конце сентября был объявлен кастинг. Причем попробовать себя в роли киногероя мог любой желающий. Сама идея будущей картины для всех остается тайной. Даже для участников кастинга. Смелых оренбургцев, которые претендуют на главные роли. Я претендую на роль мужчины. Больше я, к сожалению, ничего не знаю про фильм. На самом деле, я не знаю, что там будет. Совершенно случайно увидел рекламу ВКонтакте и подумал, почему бы не попробовать. Опыта на самом деле у меня нету, съемок. Но спонтанное решение. И вот я здесь. Изначально думал, что волноваться не буду, но по факту есть небольшой мандраж. Даже несмотря на то, что народу немного, некоторое волнение присутствует. Так как сценарии не выкладывали, я не видел, какие роли есть. Но вообще интересует, конечно, главная роль второго плана. Но если даже возьмут сниматься в эпизодах, то я не против. Любой опыт для меня интересен. Здравствуй. Артюр. Привет. Виктор. Иван. Очень приятно. Дала мне таблетку и в этот день я не пошел в школу. В общем, такая небольшая история. То есть смотри, в любом случае, если даже в актерский состав не уйдешь, мы тебя пригласим. Я училась в школе моделей, там было актерское мастерство. Также у меня была попытка пойти в актерскую школу, но не сложилось. Вот. Решила попробовать еще. Хотела бы второго плана претендуешь и позитивническую, да? Здравствуйте. От того, что я не остановлюсь. То, что нет у тебя опыта. Правильно, это адекватно. Сразу вышло. Конечно. Блин. Давай еще раз. Ну, у меня была широчайшая улыбка на лице, и внутри вот бабочки, я не знаю, что у вас. Говорить про мастерство актерское, конечно, тут эта гробка. Наверное, мы больше ищем такие типажи, которые уже будут подходить, похожи будут на наши роли в фильме. То есть нам нужно создать такую картинку, чтобы они были более-менее похожи, что с одного места по типажам, да? Ну, естественно, больше сцен у нас эмоциональных, веселых, если это второй план, массовка, это веселые типажи, да? А от главных героев, конечно, ждем разноплановых эмоций, и поэтому будет очень жесткий, конечно, отбор. И вот поток людей. Час за час мы не побегаем, а потом заведуем в 17.00. Встреча с друзьями. Опыт был совсем недавно на Балтийском Артеке, был четвертый антинаркотический съезд, где мы снимали социальную рекламу, и в раскадровках участвовала именно я. Мне кажется, любой опыт, он интересен. Да, мы пока или нет никому не говорили, потому что это решение будет не только наше. Записываем видео и будем совещаться еще в дальнейшие дни. О том, кому же достались роли в новом Оренбургском фильме, о первых репетициях и долгожданных съемках, расскажем в следующем дневнике.